События, произошедшие в доме Калменовых в октябре прошлого года, до сих пор с содроганием вспоминают все члены семьи. Около трех часов ночи во времянку, где спали сыновья Калменовых, 15-летний Нурдаулет и 17-летний Куаныш, ворвались двое взрослых мужчин, вооруженных обрезом. Я детей приучаю к самостоятельности, поэтому они живут отдельно во времянке, а мы с женой и дочерями в доме спали. Вдруг среди ночи слышу шум, крики. Я вскочил, выбежал, а тут мои сыновья дерутся с двумя другими взрослыми соседями. Один из нападавших выстрелил в моего сына. После этого отец схватил чугунный кувшин и, не жалея сил, стал отбиваться. Незваные гости отступили. Калменовы вызвали полицию и скорую помощь. Куаныш, получивший сквозные ранения дробью, был госпитализирован. А через несколько дней один из нападавших, которого защищаясь избил глава семейства, от полученной травмы головы умер в больнице. Еркинбек был обвинен в превышении необходимой самообороны и взят под стражу. Следствие и суд длилось 4,5 месяца. Все это время Еркинбек находился за решеткой. Он даже не смог присутствовать на похоронах своей матери, умершей в середине зимы. Я 20 лет проработал учителем физкультуры в местной школе, а тут такое обвинение. Даже мать похоронить не смог. В суде было полностью доказано, что в действиях Еркинбека отсутствовал состав преступления. Между тем, в отношении ночных незваных гостей суд также вынес приговор. Оставшийся в живых второй соучастник нападения был признан виновным в хулиганстве и получил срок. Правда, не связанный с лишением свободы. Между тем, сторона, представлявшая ночных хулиганов, подала апелляцию, требуя, чтобы Еркинбек все же был осужден за убийство при превышении необходимой самообороны. Суд второй инстанции повторно рассмотрел дело. В результате Еркинбек был вновь полностью оправдан. Сейчас было судебное заседание апелляционной инстанции Южно-Казахстанского областного суда. И судьи согласились с мнением Талибийского районного суда, который оправдал Халменова, указав о том, что в его действиях отсутствует состав преступления. То есть это хороший посыл к тому, что каждый человек, нормальный человек, здравомыслящий человек, имеет полное право защищать свой дом, свое жилище, свою семью от внезапного нападения со стороны третьих лиц. Поэтому слава правосудию! Сейчас Еркинбек продолжает спокойно трудиться вместе со своими сыновьями. Он надеется, что подобное больше никогда не повторится, но готов и впредь защищать свой дом и свою семью.